В прошлом видео мы рассматривали дополнительные способы получения UPX, в этом поговорим о регистрации. Но перед этим, смотрите, что я нашел в браузере Brave, есть возможность зарегистрироваться. Она появилась, когда я перешел по баннеру, по рекламному баннеру, который выдает браузер Brave, перешел на страничку и, соответственно, здесь говорится о том, что можно зарегистрироваться и получить 6000 вместо 4500 стандартных, когда вы регистрируетесь в этой игре. Ну и теперь мы рассмотрим сам процесс регистрации. Поехали! Прежде чем начать регистрацию, обязательно нужно сказать, что данное видео сделано чисто в информационных целях и мультиаккаунтинг запрещен в игре, так что твинководство это плохо, не нужно этим заниматься. Я лишь показываю возможность того, что в браузере Brave присутствует бонус, по нему можно зарегистрироваться и отображаю сам процесс регистрации. Хорошо, это прояснили. Итак, когда вы регистрируетесь, первый раз заполняем стандартные поля никнейм, который будет отображаться у вашего аватара, указываете вашу почту и пароль. Естественно, пароль нужно придумывать как можно сложнее, избегать каких-то стандартных сочетаний и переходим к следующему шагу. Итак, мы видим стандартное уведомление о том, что нужно пройти верификацию e-mail и потом продолжаем. Итак, мы прошли процесс регистрации. На почту вам придет уведомление, что вас поздравляют, вы теперь зарегистрированы, можете играть. Единственное, что я бы еще отметил, когда вы нажимаете логин, это написано, конечно же, мелким шрифтом при авторизации, то вам при этом идет ссылочка на соглашение, которое вы обязаны, естественно, прочитать. Если вы вошли в игру, то вы его автоматически принимаете. В том числе там сказано про мультиаккаунтинг, поэтому играйте одним аккаунтом и, соответственно, не нарушайте правила игры. Хорошо. Итак, завершающий этап создания персонажа, это нужно выбрать аватар и вот такой цветовой фон, который будет у него отображаться при путешествии по карте. Здесь выбор относительно небольшой, эти аватарки будут, ну, соответственно, выборы будут увеличиваться по мере того, как вы прокачиваете свой аккаунт, при повышении статуса будут доступны новые. Окей, выбрали цвета и картинку, нажимаем далее и перелетаем уже. Ну, да, перелететь не успели, проходит анимация начисления бонусов. Собственно, реклама нас не обманула, дали нам 6000 UPX бонусные при регистрации через рекламу, которая транслировалась в браузере Brave. Все, хорошо, теперь, наверное, здесь, конечно, может возникнуть вопрос, как играть в игру, если она на английском. Но, как вы поняли, использовать, точнее, продолжать использовать Brave для игры уже не обязательно. Вы можете сменить на Chrome или Яндекс браузер, включить автоматический перевод правой кнопкой. Здесь в Brave это недоступно, но, соответственно, в других браузерах можно это сделать и текст автоматически переведется и вы будете понимать более-менее, что здесь происходит. Двигаемся дальше. Так, окей, понятно, что здесь рассказывается о том, что вы можете покупать футбольную атрибутику леггицы и, соответственно, продавать их и покупать. Покупать их можно на стадионе, но это совсем уже другая тема для последующих видео, потому что с футбольной атрибутикой здесь очень много связано. И, соответственно, тут, конечно же, стоит уделить этому внимание. Окей, поехали дальше. Навигация в Appland. Так называемые сенды. По умолчанию дается 10 штук, ну, то есть, по сути, это 10 перемещений. Они чаще всего, почти всегда, они платные. Бывают, за редким исключением, владельцы участков, которые устанавливают бесплатное перемещение. И, когда вы хотите перейти куда-то в пределах одного города, конечно, вы выбираете участок, нажимаете сенд, перелетаете и оплачиваете, соответственно, это перемещение. Далее. Покупка недвижимости. Покупка, точнее, участков. Здесь говорится про FCA. Это специальный статус участков, который дается именно для новичков. Сейчас не помню дословно, как это у них переводится. Переводится, ну, смысл в том, чтобы, типа, дать равные условия всем участникам, особенно тех, кто только начинает, и вы покупаете их, скажем так, на льготных условиях. И при этом их могут покупать только новички. Хорошо. А, ну да, тут, кстати, еще важное пояснение, то, что вам будут начисляться, ну, назовем это дивиденды. 14,7% в месяц вы будете получать. Начисляются они каждые 3 часа. То есть, например, вы купили участок, ну, не знаю, там, за 5000 УПХ. На эти, с этих 5000 вы будете получать 14,7% в месяц. Соответственно, вы можете разделить, например, на 30 и потом еще на 6. Это, таким образом, вы можете вычислить, сколько вы будете получать внутриигровой валюты каждые 3 часа. Хорошо. Далее. Коллекции. Да, это еще одна важная составляющая игры, когда вы собрали начальные какие-то коллекции. Начинаются они с синих. Почему-то здесь очередность... А, понятно. Нет, очередность все-таки нарушена. Синие идут раньше, чем фиолетовые. Но не суть. Нужно собрать 2-3 участка, бывает 4 участка, на одной улице, либо в одном районе, либо каких-то отдельных зданий и так далее. Складывается коллекция, вы получаете вознаграждение. В игре также предусмотрена возможность обмениваться этими участками, то есть другими игроками. Конечно же, ультра редкими коллекциями меняются люди очень неохотно, потому что кидалово здесь тоже происходит. Ну, не надо, наверное, еще раз упоминать, что, конечно, не нужно этим заниматься. Хорошо, про коллекции. Кстати, про коллекции есть отдельное видео, как ими меняться. Оно уже выложено на канале, можете посмотреть. И про перемещение тоже, но там говорится про перемещение между городами. На поезде, на самолете, ну, на автобусе принцип тот же, думаю, догадаетесь. Далее, повышение статуса аккаунта. При пересечении рубежа в 10 тысяч внутриигровой валюты UPX вам дадут статус UPLANDER. В этом случае вам не нужно будет продевать визу, как для новичков, когда у вас, вы просто только зарегистрировались. Каждые 7 дней нужно продлевать визу, чтобы вы не потеряли свои NFT структуры. Ну, то есть это могут быть участки, это футбольная атрибутика и так далее. Ну, в общем, накопили 10 тысяч, перешагнули этот статус и погнали дальше. Это можно сделать, естественно, несколькими способами. Вы можете докинуть, я рекомендую это делать по реферальной ссылке. Например, под моим видео есть моя реферальная ссылка. За это вам дадут еще плюс 50% к первому депозиту. Из этого вытекает, что первый депозит нужно делать максимально возможным в пределах тех ваших возможностей, в которых вы располагаете. И отдельный бонус для моих рефералов. Соответственно, если вы регистрируетесь по моей ссылке, вы можете связаться со мной. И в ответ я вам отправлю ссылку на табличку, где приведен список всех коллекций. Вам будет удобнее меняться и вести учет того, что вы уже обменяли, какие коллекции есть и, соответственно, понимать, сколько вы еще можете на них заработать. Если нет желания вкладывать реал в игру, вы, конечно, можете 10 тысяч преодолеть и иным образом. Например, на стартовый капитал выйти 6 тысяч, купить все участки, перепродать их, например. Или продолжать удерживать статус новичка. Вам дадут, например, каждую неделю 300 бонусов и ПХ, участвовать в охоте и так далее. Этой теме было посвящено прошлое видео и там 8 или 9 способов того, как можно получить первые деньги в Аплэнд. Окей, двигаемся дальше. Итак, продажа за доллары. Тут на самом деле будет отдельное видео, потому что это очень, скажем так, распространенный вопрос. Если в двух словах, то действительно в этой игре есть возможность продавать за доллары. И участники русскоязычного чата в Телеграме Аплэнд уже это делали. Призываю вас там зарегистрироваться. Там в том числе публикуется полезный контент. И можно пообщаться, в принципе, на тему Аплэнд, обсудить какие-то интересующие темы и задать вопросы. Далее. Строительство зданий и спарки. Спарки это материал, который требуется для того, чтобы начать вообще строительство. Его можно купить за доллары. На прошлой неделе открывались торги. И спарки продавались по цене 460 долларов за штуку. Но есть и другие способы. Соответственно, вы можете участвовать в охоте за сокровищами. Там шанс выпадения спарков, конечно, маленький. От 2 до 5% по слухам. Вы можете повышать статус аккаунта. За это тоже дают вознаграждение в спарках. И после выхода городов, через неделю, за повышение статуса, бонус спарков удваивается. Соответственно, еще раз, спарки даются для того, чтобы начать строительство домов. Они не тратятся. Они просто у вас есть. Вы их вкладываете в здание. И оно строится постепенно. От количества зависит скорость строительства здания. Но при этом в одно здание нельзя вложить больше 10 спарков. Поехали дальше. Вступайте в комьюнити. Ну, соответственно, на официальном сайте есть уже отдельный раздел с комьюнити. При этом у них свое большое сообщество в Дискорде, в Телеграме. Поэтому, ну, конечно же, все на английском. Если для вас это не проблема, обязательно вступайте. Отлично. Со вступительной частью закончили. Теперь предлагают выбрать, как раз таки, куда нам отправиться. В других видео я упоминал, что это очень даже важный шаг, когда вы регистрируетесь, выбрать правильный город. Соответственно, он заключается в том, чтобы выбрать город, который только сейчас будет открываться. На официальном сайте игры всегда заранее пишут о том, какой город будет открываться. И на тесте открывают один или два района для того, чтобы проверить стабильность платформы. Соответственно, здесь в данный момент Детройт еще не доступен, но он уже скоро будет в этом списке. Когда вы будете смотреть видео, скорее всего, он уже появится. Итак, что мы видим в списке городов? О том, что есть минимальная стоимость недвижимости. Это как раз таки FCA. Но на самом деле я бы, конечно, этим значением не доверял. Скорее всего, они брались на старте, когда город только запускался. И можно было прикупить подобный участок по такой цене. В реальности такого не будет. Ориентироваться конкретно на эти цифры не стоит. Ориентируйтесь на новизну города. Когда только его запускают, там есть возможность урвать неплохие участки. Хорошо. Если город только анонсировали и его нет в списке, берите ближайший к нему, чтобы можно было как можно дешевле на поезде добраться потом в новый город. И, соответственно, прикупить себе классных, клевых участков. Тут стоит упомянуть, конечно же, о том, как перемещаться. Хоть есть об этом видео, но еще раз проговорим, что, опять же, в чате Телеграма есть ссылка на карту перемещения. Вы можете посмотреть, из каких городов куда ходят поезда и так далее. Но если мы говорим про Детройт, то стоит выбрать Кливленд, чтобы потом можно было добраться недорого на поезде уже, соответственно, в Детройт, который скоро откроется. Все, полетели в Кливленд. Достаточно долгое вступление. Так, окей, тут приветствие идет, что рассказывается про город, ну и так далее. Да, FCA еще раз повторяется, что стартуйте, все у вас будет хорошо. Перемещение, да, отлично. Ну, в принципе, хотел сказать, что на этом можно уже закончить регистрацию, но вот вам приветственный бонус. Мелочи, а приятно, конечно же. Бонусы будут еще продолжать появляться по мере того, как вы... Так, что у нас... А, меня переместили сразу к самому дешевому участку. Естественно, можно сразу его прикупить и получить какие-то бонусы. Покупается через кнопочку байт, но это, по сути, такая обучалка, да, вас по шагам проводят туда, куда можно попасть. То есть, все-таки, наверное, там до этого были приведены правдивые цифры и где-то в Лос-Анджелесе до сих пор еще по 2900 PX присутствуют участки, что на самом деле немножко странно, конечно. Ну, окей. Будем считать, что процесс регистрации аккаунта завершен. Про остальные аспекты можно спросить в чате. Кроме этого, также планируется у меня следующее видео про то, как покупать участки, продавать их. И, естественно, будет отдельное видео про то, как продавать участки за доллары. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.